Как убедить школьников соблюдать правила дорожного движения и носить фликеры? Снять крутое видео. В Иванове подвели итоги городского детского конкурса видеороликов «Обозначь себя». Это творческое испытание проходит уже в третий раз. Проводят его на базе гимназии номер 23. Экспертами выступают инспекторы по пропаганде и журналисты. В этом году участниками стали не только ребята из Иваново, но и Кинишмы, а также Санкт-Петербурга. Свои работы создавали школы, детские сады и центры детского творчества. Один конкурс, конечно, не решит всех проблем, связанных с безопасностью дорожного движения. Но такая работа очень важна. Мы проводили мониторинг ношения светоотражающих элементов среди учащихся образовательных организаций города Иваново вместе с управлением образования. Результаты таковы, что в образовательных организациях города Иваново обучается более 39 тысяч учащихся. Из них 29 тысяч ежедневно носят светоотражающие элементы в одежде. И чисто визуально, когда мы выезжаем в рейды, мы замечаем, что не только дети, но и взрослые проникаются в проблемы безопасности и начинают носить светоотражатели. Три с половиной дня потребовалась на съемки Виктории Ярыгиной, ученицы первой школы. Ей помогала лучшая подруга, родители и педагог по вокалу. Ведь песню для этого клипа она исполнила сама. В этом году на суд жюри представили три десятка видеоработ в таких, ставших уже традиционными номинациях, как «Это реально работает», «Брелоки» и «Не только», «Видеоклип», «Анимация». Последней, к слову, развернулась самая острая борьба за первое место. Сразу пять творческих работ представила мультстудия «Перл», которая работает на базе Центра «Перспектива». Дети откликаются на это очень хорошо. Они живо реагируют, они сразу придумывают какие-то новые темы, потому что мы уже не первый год участвуем. И когда мы им рассказали, что будем участвовать в этом конкурсе вновь, они сразу же откликнулись, сразу накидали несколько идей, мы взяли лучшее, разработали и получилось очень даже неплохо, по-моему. Также в этот день в гимназии подвели итоги конкурса «Добрая дорога детства». Ни один участник конкурса не остался без подарков, благодаря традиционной поддержке спонсоров.